Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско Консалтинг и Аудит. Недавно правительство утвердило список стран, банки которых могут удаленно идентифицировать граждан и компании для открытия счетов в российских банках. В наших социальных сетях мы оперативно распространили эту важную новость, поэтому присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас и будьте первыми, кто узнает о всех важных событиях. А в видео вы узнаете, что послужило поводом для данного решения, как иностранцу удаленно открыть счет в российском банке, какие сложности могут возникнуть на практике. Расскажем обо всем, так что не переключайтесь. Для того, чтобы иностранцу открыть счет в российском банке, не обязательно приезжать в Россию. Сделать это можно удаленно в стране проживания иностранца. Дело в том, что с 21 июля этого года действуют поправки в антиотмывочное законодательство. Благодаря этим изменениям иностранец в своей стране может открыть счет в России, не выходя из дома. Для этого он должен пройти так называемую идентификацию, обратившись в свой банк. Перечень стран, банки которых участвуют в проверке клиента, как раз и подлежит утверждению нашим правительствам. Таким образом, иностранные компании и физические лица, планирующие открытие счета в российском банке, должны обратиться в финансовое учреждение своего государства. Иностранный банк выступает как посредник и как гарант безопасности банковской сделки. После проведения проверки иностранный банк направит российскому банку пакет документации и протоколы проведения проверки. После этого российский банк открывает счет иностранному клиенту, а по прибытию в Россию клиент может получить банковскую карту. Принимать участие в удаленной идентификации клиента могут не только банки, но и профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компанией инвестиционных фондов, паемых инвестиционных фондов, операторы инвестиционной платформы. Важно знать, что российский банк также направляет отчеты в Росфинмониторинг для удаленных иностранных клиентов, если пороговая контролируемая сумма составляет для физлиц от 50 тысяч рублей, для компании от полумиллиона рублей. Чтобы иметь возможность сотрудничать с российскими финансовыми институтами и иностранным резидентам, необходимо собрать большой пакет документов. Чтобы открыть счет, компания Роско может максимально упростить и оптимизировать этот процесс, взять всю ответственность на себя. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форум обратной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. С какой целью утвержден перечень стран для идентификации клиентов? Введение экономических санкций, а также проводимая политика недружественных иностранных государств привела к тому, что в России не работают международные системы платежей Visa и MasterCard. Иностранные граждане, которые рассматривают Россию как страну для туризма, получение медицинского обслуживания, а также как бизнес-партнера оказались заблокированы от российской банковской системы. Иностранцы также не имеют возможности расплачиваться за товары, работы и услуги в нашей стране и своими банковскими международными картами. Единственным выходом из данной ситуации являлось открытие банковского счета в российском кредитном учреждении и выпуск банковской карты. Но и здесь с препятствием становились требования антиотвымочного закона, позволяющего открывать банковский счет или вклад лично клиентам. Такое требование установлено для идентификации клиента. Исследуя закону, все участники финансового рынка обязаны проводить такую идентификацию. Подробнее об этом расскажет юрист компании «Роская» Иван Рыбаков. Идентификация представляет собой перечень специальных процедур по установлению сведений о клиентах, выгодоприобретателях, представителях и бенефициарах. Именно с установления достоверности сведений о клиентах начинается процедура открытия банковского счета. Мероприятия по идентификации клиентов проводятся до принятия их на обслуживание. Сегодня не только экономически нецелесообразно, но и порой невозможно обеспечить личное присутствие иностранного клиента для открытия банковского счета в России. Поэтому для упрощения открытия счетов или вкладов иностранным гражданам правительством РФ приняты меры, облегчающие эту процедуру так же, как и с российскими гражданами. Действительно, если российский гражданин хочет открыть счет в банке, то его идентификация может проходить удаленно. В банк не нужно предоставлять оригинал документов. При этом должно быть только одно условие. У клиента должна быть на портале госуслуг подтвержденная учетная запись. Законом 115 ФСФ в новой редакции предусмотрена возможность переложить процедуру идентификации клиента, а также его выгодопреподателей, представителей и бенефициаров на иностранную финансовую организацию. Какие страны будут задействованы в процедуре идентификации? Распоряжением правительства выбрано 25 стран-участников, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан и многие другие. Это означает, что финансовые организации этих стран будут проводить проверку не только своих граждан, но и компаний, которые планируют открыть счеты в Российском банке. Что должны сделать банки для реализации нового механизма открытия счетов? Для того, чтобы на практике заработал механизм идентификации российским банкам, необходимо юридически закрепить договорные отношения с банком-партнером. Соглашением должны предусматриваться условия его расторжения. Если банк иностранного клиента в течение года предоставлял недостоверные сведения российской кредитной организации, также необходимо прописать меры ответственности за предоставление недостоверной информации. При этом Центробанк в любое время может запретить российскому банку давать поручения иностранному банку по идентификации клиента. В свою очередь, российский банк обязан прекратить отношения с иностранным банком-партнером. Подведу итоги. Итак, предлагаемые изменения упростят доступ иностранных физлиц и юрлиц к российским банковским продуктам. Вместе с тем, при реализации удаленного механизма могут возникнуть сложности. Например, различный подход к оценке рисков клиента. Разная база данных компаний и граждан, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности. Банковское право порой бывает сложным и не всегда понятным. Если вы хотите лучше разобраться в данной теме, переходите по ссылке на наш плейлист. Там вы найдете много полезной и достоверной информации от Роско. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Пусть Роско. Субтитры создавал DimaTorzok